а петухов то петухов то очень много ну как в принципе и в жизни идет я вижу яндовые намазаны все и где протекает вот смотрите я не знаю почему так сделать ну так делать нельзя мама дорогая руками вот так поводить сказать с вас 15000 несите денежки крышу надо менять и ваша проблема еще шучу и конечно мы такие поэтому все так произошло итак всем привет сегодня выходной день но я на работу я вам сейчас покажу перед тем как на работу ехать курятничек тут мы в москве занялись птицеводством вот но как можем я вам покажу как вчера я уже высыпал опилки кедру алтайского кедра заходишь тут запах обалденно вот я оборудовал по последнему слову техники курятничек все подсматривал в этих ютюбе вентиляция вентиляшка есть и насест эти здесь я из алюминия то есть из линолеума выдвигается секции и можно почистить я там у меня широкий шпатель я это и на компост на удобрение даже идет на сесты он сделал специально там чтоб с крыши а то них гадят садятся пора на работу 25 штучек у меня но а петухов то петухов то очень много ну как в принципе и в жизни с этим что-то будем делать сейчас как говорится цыплят будем по осени считать итак мы приехали на первую диагностику сегодня вот этот дом это мы в химках коттеджный поселок сейчас наш заказчик подойдет тут я не понял или половина дома наверно это уже там другие двери как бы другой хозяин не знаю сейчас будем снимать юрты готов крыша невысокая как ты любишь страшно почему пока владелец подойдет сделаем осмотр то ли сейчас вот дом этот куплен надо ревизию сделать ему а что может не быть быть не так а вот сейчас я сейчас его обойду я сейчас тебе скажу да хочешь пошли со мной только он я вижу яндовые намазаны все перемазаны он видишь чем-то там на 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 ляпаны значит там текут они счета там проблемы кто-то уже там лечил их вот это окно течет и вот здесь примыкание к стене это ендовая так протекает вот жестко здесь это место но я понял все узлы сопряжения ендовый и зимой видимо оставили тазик чтобы сюда почему не люблю вот эти планки декоративные и новые накладки видите туда листва набивается вот их надо здесь вот деревья сверху их надо периодически снимать чистить иначе не могу открыть окно вот поставлены вот эти шторки шторки да и она упирается я бы его так и где протекает вот смотри вот сюда косой дождь косой дождь вещь вот я вот сейчас буквально сегодня сделал пост на подержи васили сейчас я человеку покажу я не знаю почему так сделали ну так делать нельзя так теперь и по поводу вот это вот видишь мне тоже смутил вот вот этот сугроб лежит же здесь а вот ведь история туда косой дождик ну вот она подтаивать не сильно она течет но постоянно и каждую зиму такая история повторяется там уже если раньше от не в одном месте стекает и где-то вот здесь вот астана получается мы сейчас отворачиваем да 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 здесь не течет да она уже как бы скапливается получается так это над коньком течет и вот здесь да видим или нет ли только ну да похоже что здесь а вот здесь у вас тепло зимой нет чердак там холодный гараж холодная батарея и течет вот значит даже тут от стены и вот по коньку он может она по пленке попадать вот но здесь можно вот другого варианта нету зима сдержание там это не снега сдержание вот не от удержать это получается чё там вас и гидро пленок нету да какая-то черная там полиэтилен да я помню вполне возможно что и здесь что-то подтекало когда-то то есть просто не бросалось глаза да 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 или вот до течки есть и вот это вот такие признаки до влаги и только весной а при дожде не дождение все нормально а глыбы бы есть да на этой стороне зимой глыба да скапливается снег снеговый держатель ладно это уже черт чтобы не упала вот вот это вот поднимай а вся она и простая пленка вот многие у меня спрашивает почему а можно ли вместо гидроизоляции обычную пленку да вот да можно конечно но это будет недолго смотрите мама дорогая по ним бульдозером проехали зато недорого вот в тот случай когда снего сдержание вот есть себестоимость их 1200 рублей смотрите и крыша то небольшая по сути тут чё тут крыша четыре метра но она держит два метра снеговой нагрузки смотрите как сплющивая знаете почему не попала в отверстие вот просто вырвал вырванные дырки я смотрю доски нет доска чуть ниже поэтому они вас номинально как бы установили работнички и денежки получили и ушли здесь причина это ну и плюс снежки лишь не недорогие вот здесь именно вырванные отверстия и видно что доски нет вот одна вот это мало попала вмазала в доску и ута остальное здесь они на воздухе в металле поэтому все так произошло скроем счетов происходит контрабрешетки нет и полиэтилеоновая пленка как на доме черным этот так так куда идти течет здесь да по окну поговорить понял так это надо будет на вот эту выйти крышу сейчас на вот эту и на верхнюю но показывать так как будто я ничем так чем можем разбудить но мой разбудимся там обоимся чушь труд труд надо уважать людей так есть есть контакт вот черепица смотри опуши сразу вот людмила можете посмотреть вот смотрите лопнувшая черепица видите прям что-то упала сверху ну это наверное когда снег и она бросали ну вот а почему там утечка а где там иди там внизу не внизу я занес пока а это мы еще наверх пойдем это мы 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 еще поднимемся и мы туда не дошли мы туда еще не поднялись значит то что протекает у вас там кухня мы были ну и что вот гостиная допустим да посмотрите это чем обуславливается вот водичка водичка туда упирается вот вот снег туда тает витвы тот выступ и здесь вот и подкисая да и стену туда заходит вы поняли да вот это вот тут же знаете как определяется просто и ищем проблемное место либо дымоход либо окно здесь вот зона глыба оно здесь и на это все всех это вот архитектурно неправильное решение да и теперь надо будет его что видите а здесь глыба плотина подымается как плотина а если вода при таянии она подымается выше этих волн она залазит туда спокойно ну вы поняли вот в эти стыки то есть понять она бежит дождевая без проблем как только вот здесь вы бы образовалась в нее как в плотину вода уперлась когда тает весной она поднялась все она уже вот в эти у нас да спокойно заходит если у вас если черепица есть у вас принесите я могу поставить сейчас юра ты чё задумчивый такой думаю где бы шишек бы достать хороших шишек хороших тебе шишки на да на возьми штук 5 хоть ух ты вот это шишки в общем краткое резюме сейчас черепицу мы заменили здесь угол наклона очень маленький для черепицы рекомендуется до 12 градусов здесь градусов 76 я думаю из-за этого окна крышу подстраивали и поэтому и и занизили и текут все вот эти участки с этой стороны гостиная там кухня я думаю вот плюс еще добавила сложности этот эркер тут глыбы застаиваются ну вот и угол маленький наклона и текут не загерметизированные вот эти ведь вот пожалуйста герметизации нету так что так сейчас пойдем наверх то что жалуется вот и спальня течет и да слушая груз еще пожалуйста туда доски хорошие 20 чтобы так а муж ключ не тот сейчас так это подставать нельзя там так спальня вот она на сейчас дождите дай мне ключи нибудь чуть этом есть в тушу нибудь ключ есть и квартирный ну да сюда чтобы я не стал если есть принесите хреново дождь пошел склизко став так сейчас мы я хочу посмотреть кровель блядь на саморезах сидят о-о-о-о пошла все там вкусно и вкусно так у него одно окно вот это течет да ну вот у него спальня да ну все здесь уже как бы на переборку есть хотя пенопласт на пене пенопласт на пене пароизоляция ну там еще я вижу колотую черепицу винду вот сейчас у меня кладут видите так называемые тумбы на беседки и оказывается я вот смотрите какая приспособа мастер сварил из прутка сантиметрового то есть шов сантиметровые два уголка давай ложи вот так укладывает получается все так довольно таки примитивно просто продумано и сейчас раствор сюда бабахает и просто сверху кирпич по уровням проверяет пруток вынимает готова и получается так прикольно и довольно таки надежная тумба прошу туда раствор за заполнять вот это пространство вот грубо говоря чуть-чуть заполняет раствором к центру туда вот получается так немножко приступает за то что щелевой кирпич раствор попадает и и очень так крепко я не хочу сказать потом уровнем все это пробегает проверяет все в ряд готов и вот этот пруток вынимает и Субтитры сделал DimaTorzok